преподобный антоний великий поучение слово о суете мира и воскресении мертвых настоящая жизнь возлюбленная дана нам для того чтобы мы приуготовлялись к жизни вечной к славе неизменяемой настоящая жизнь оканчивается смертью и мирская слава не постоянно и приходит ибо многие сильных земли неожиданно сведены в ад многие судьи земные преданы суду тех которых прежде сами судили богатые обнищали почитавшиеся мудрыми признаны за глупых крепкие ослабели здоровые впали в болезнь имевшие власть лишились он и в мире нет ничего твердого и постоянного потому что нет ничего доброго дети презирают и оскорбляют родителей своих родители боятся детей своих жены оставляют мужей своих мужья не сохраняют супружеской верности к женам своим юноши вместе со стариками теряют рассудок старики вместе с придаются порочным забавам между друзьями нет верности и между братьями любви люди в разговорах показывают друг другу любовь но в сердце питают друг другу ненависть везде видны коварство и злоба везде господствует обман никто не думает о боге никто не представляет себе что по смерти должен отдать богу отчет в своей жизни от забвения бога умножается между нами зло бог дал нам разум чтобы мы узнал волю его делали добро но мы знаем волю его и делаем зло бог повелел нам быть добродетельными чтобы мы исполняли то что праведно и что благоугодно ему но мы любим нечестие дал нам богатство чтобы мы оказывали вспоможение бедным но мы имея богатство угнетаем бедных дал нам власти силу чтобы мы защищали гонимых невинно но мы не защищаем а сами более гоним их никто не ходит путем заповедей божих иссякла любовь и ненависть умножила плод свой искренность почитается за ничто и везде видно притворство смирение сделалось постыдным гордость почтенную истина изгнана и ложь царствует на земле о глубина богатства благости и долготерпения божия бог долго терпит наши беззакония и не мстит нам он умеряет гнев свой не потому чтобы не мог тот час наказать нас но потому что как милосердный отец ожидает нашего покаяния и обращение к его милосердию ибо не смерти но раскаяние грешника хочет бог и велика ли наша сила что мы противимся силе божией подул на нас ветер и мы посохли поднялась буря и рассеяла нас как мелкие прутья чем может гордиться земля и пепел не будем думать что по смерти обратимся в ничто и что после земной жизни не будет никакого суда нет по смерти будет воскресение мертвых и мы будем судимы богом который воздает каждому по делам его и так не будем обманывать самих себя не будем жить наподобие бессловесных животных если нет воскресения нет и смерти если же будет воскресение будет и суд ибо кто определил человеку смерть тот обещал сделать и суд если бог справедлив в первом случае то не может обмануть и последним что для человека удобнее сделать старый ли дом разрушить и из вещества его вновь построить тот же дом или приготовить новое вещество и построить новый дом и так ежели бог произвел из ничего землю из которой создан человек то не с большим ли удобством может воссоздать первый образ того же человека умершего и обратившегося в землю и так ежели бог произвел из ничего землю из которой создан человек то не с большим ли удобством может воссоздать в первый образ того же человека умершего и обратившегося в землю бог в делах своих не чувствуют никаких затруднений его дело есть его слово слово же его есть мысль как сила и могущество божие непостижимы так и дела его и как премудрость его неизмеримо так и не исследованы пути его и так оставим неверие будем опасаться чтобы не подвергнуться осуждению более за неверие нежели за худые дела худые дела проистекают иногда от нашей слабости напротив источник неверия всегда есть безрассудность и дерзость но безрассудный дерзкий едва ли способен какому-нибудь доброму делу и так пока имеем время позаботимся о себе самих и постараемся умилостивить бога о грехах наших чтобы он не повелел связать нам руки и ноги и ввергнуть во тьму кромешную где плач искрежет зубом матфей 13 42 плач что иное означает ежели не жестокость страшных мучений скрежет зубов что иное показывает ежели не позднее раскаяние о соделанных грехах ибо тогда только мы начнем негодовать на самих себя и со скрежетом зубов укорять себя когда уже не будет времени для раскаяния и надежды на освобождение и так ежели мы в краткое время сей жизни можем служить богу и предохранить себя от гиены и вечных мучений то для чего не родим и презираем заповеди божие для чего следуем злым своим похотям и делаемся достойными вечного наказания бог наш великий человеколюбивый богатцы и милости и сильный в делах своих сам укрепит нашу слабость сам сокрушит сатану под ноги наши вскоре послание к римлянам 16 20 и даст нам силу и духовный разум чтобы мы в остающееся для нас время служили ему истинно и верно и обрели милость его в страшный день суда его аминь источник преподобный антоний великий по учения аминь